Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Мы начинаем быстрый апдейт по биткоину. Ребята, фишка в чем? Есть хорошие новости, которые буквально меняют все просто и переворачивают с ног на голову. А именно, это то, что, как отметил МС у нас в чате, CryptoQuant здесь говорит, значение реального хешрейта достигло отметок, сопоставимых с капитуляцией майнеров в связи с крахом FTX в 2022 году, что может говорить о достижении рыночного дна. И действительно, если мы посмотрим на наш с вами любимый индикатор HashRibbons, который свидетельствует о капитуляциях майнеров, то действительно, вот она уже подходит, уже идет капитуляция, мы это, кстати, отмечали с вами на вчерашнем стриме, и идет к концу. То есть после нее статистически загорится сигнал Buy. Что было на всех предыдущих сигналах Buy, ребята, вы можете видеть, просто остановите картинку, посмотрите, или у себя на TradingQ включите индикатор HashRibbons, он бесплатный. В принципе, ну как бы, ребят, на таком зеленом MoneyFlow, тем более, то есть как минимум каждый раз после этого был Flat перед ростом, но чаще всего был сильный рост. То есть даже если не было сразу роста, то он был потом, чуть позже, как бы после Flat. Ну вот здесь единственное, что был Buy, и после этого был CoronaDump, мы ненадолго ушли ниже. Ну, как бы, все может быть, но статистически после сигнала Buy реально очень сильно растет биткоин. Это потому что метрика основана на ончейн данных, на данных о настроении майнеров. То есть после того, как майнеры капитулируют, продают все битки, ну, продают большую часть битков, получается, по заниженной еще цене, да, перед следующим циклом, перед следующим плато, это называется капитуляция майнеров. То есть, ну, реально, по факту, они же сейчас получают в два раза меньше награды в биткоинах, то есть им нужно, по идее, ходлить. Так что как только майнеры начинают ходлить, понимая, что цена будет выше, вот где мы по-настоящему параболически пойдем наверх. И это не значит, что мы пойдем наверх прям завтра или послезавтра, или когда загорится кнопка Buy. Это может произойти, в принципе-то, и ближе к осени, понимаете? Эта парабола может оказаться и более плавной, и ненадолго может быть сломлена. Я лично все еще думаю, что наиболее вероятен сценарий с тем, что мы сходим чуть ниже перед тем, как все-таки пойти наверх. Или после этого сходим чуть ниже. Ну, в общем, пробьем эту параболическую, которую сейчас вот мы удерживаем вместе с EMA Ribbon Support. Ну, тем не менее, смотрим за хэш-риббенс, друзья. Если он загорится, это будет еще один очень сильно бычий сигнал, подтверждающий то, что да, действительно все серьезно, и биток летит на новые высоты. По TRDR Bitcoin дважды уже откупили вот здесь. Дважды откупил сильный покупатель, что, собственно, сдерживает цену. Ну, это может, конечно, и зафейлить, как вот здесь, но вообще уже больше похоже на то, что это локальное дно. То есть сейчас какой-то локальный, опять же, отскок напрашивается, но это не значит, что мы сразу прям пойдем наверх и улетим там на 100 тысяч. Может быть, мы как раз найдем какое-то сопротивление очередное, еще ниже, чем вот это, в районе Golden Pocket. Опять же, надо смотреть. Я не говорю, что это точно, но если цена замешкается и не перепишет вот эти уровни 68К, да, там 67-68, то оттуда, по идее, шартить надо. Может быть. Опять же, хрен знает. Посмотрим. Буду держать вас в курсе, так что обязательно добавляйтесь к нам в Telegram-чек, чтобы ничего не пропускать, ребята. А так-то в целом, вот что, вроде все пампит, так что зашибись, to the moon. А что касается эфира, тоже интересный момент, что, посмотрите, нас последний раз откупили по TRDR вот здесь. Это уровень 61.8, золотой карман по Fibonacci. От вот этих низов, да, вот ультимативных, где мы были, 2800, и до Haya 3900, 4000 практически, сетка Fibonacci показывает, что это уровень золотой карман. То есть, статистически, опять же, этот уровень очень мощный. И что-то типа вот такого сейчас с отпрыгиванием наверх очень даже вероятно, с типа перевернутыми голова и плечи или что-нибудь такое. Вот. Ну, то есть, опять же, это спекуляция, но, на мой взгляд, уместная. Так что, что тут скажешь? Я вот стою сейчас в лангах по битку, в 10-м плече, догрузился. Дисклеймер, не финансовый совет, на самом деле. Я думаю, что надо вставать по альтам. И да, надо на самом деле вставать по альтам. Вот что я думаю. Надо на самом деле вставать по альтам, но, возможно, чуть позже. Вот. Но эфир тоже нормально смотрится, не говоря уж о всяких там лайткоинах и прочих. Вот. А на бирже Гейт, кстати говоря, по этому поводу уж, напоминаю, что идет новое соревнование. Обязательно переходите по ссылке, добавляйтесь для всех новых пользователей. Оно только началось и очень много призов и высокий шанс на то, что мы их заберем. Вот. Ну и потом еще СИЗИ у нас возвращается, вроде как, уже по проверенной информации. Так что все нормально с бычьим рынком. И вот еще очень крутую тему подсунул Кивен Свенсен, что, смотрите, всегда, всегда биткоин находил свой all-time high после выборов президента США. Так что посмотрим, продолжится ли в этот раз эта традиция. То есть у нас всегда перед выборами президента США был такой пре-булл-маркет, да, тренд к новым all-time high-ам. Вот, зарождался. То есть сейчас у нас, по идее, зарождается тренд к новым all-time high-ам, поэтому, друзья, всем профитролей, удачи в торговле. Ну и в целом, так, если мы посмотрим вот на часовик, то все, ну вообще нейтральное все. Все нейтральное, дневка тоже все нейтральное, неделька тоже все нейтральное, месяц все красное на самом деле. Но год все зеленое. Поэтому, ребята, помните, что лонг побеждает. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. С вами был Гринит, канал Крипто Комманс. Обязательно ставьте лайки, стопы, тейки, подписывайтесь на канал. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Ну и не будь мы Крипто Комманс, ребята. Если бы не перевели для вас еще одно замечательное видео от Джорджа с канала Крипто Срос и Крипто Комманс, то ладно, но не без помощи Бла-Бла Крипто. Это было сделано, ребята. Бла-Бла Крипто это новый канал, который растет сейчас очень сильно. Они показывают очень крутые штуки тоже, как торговать, как все делать, переводы, новости туда наши переехали. В общем, это наши друзья, поэтому обязательно тоже на них подпишитесь, если еще не. Вот. И погнали, смотрим Джорджа. И на этом заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Пока. Что касается разворота и относительно того, что мы поехали обратно. Очевидно, что у нас образовался спад. Но я по-прежнему утверждаю, что мы с вами движемся в боковике. Посмотрите, с марта по сегодняшний день это боковик. Мы не пробили предыдущий низ на уровне 56 тысяч. Но все еще, если посмотреть на некоторые из этих графиков и посмотреть на то, перепродан ли биткоин. Да, он перепродан. Посмотрите на простой индикатор RSI. Вы можете посмотреть, что в 2022-м, во время ситуации, где мы сейчас находимся, биткоин был перепродан. После этого вырос на 60%. После небольшого боковика это не было сразу. Но он вырос на 60%. Также у нас была ситуация и в 2023-м. Все аналогично. Биткоин перепродан. Мы немногое время шли в боковике. Нет, на самом деле мы не двигались в боковике. Мы отскочили на 63%. Вот так. И... В сентябре 2023-го. Я думаю, многие из вас его помнят. Это буквально момент, когда рынок биткоина взорвался. В то время рынок биткоина находился на уровне 30-ти. Мы были очень, очень и очень перепроданы. Мы очень и очень долгое время шли в боковике. А затем бум, и биткоин вырос на 200%. Теперь представьте, если вы ощущаете все-таки СНС, и вы продали в ноябре 2020-го, или же вы продали в марте 2023-го, или же вы продали в сентябре 2023-го. Верно? Вы бы пропустили все то, что было после. Сколько процентов? У нас всегда и везде есть СНС. Как я говорил ранее, у нас всегда есть волатильность. Но представьте себе, если вы подались бы на нее и продали примерно на 30-ти или 20-ти, или же примерно у 15-ти тысяч за биткоин. Вы бы себя избивали. Вы бы сожалели. И вы бы подались ФОМО и снова закупились бы на 60-ти. Все это происходит аналогично, как только мы пробиваемся вверх. И как только мы пробьемся над 80-ти, 90-ти, 100-ти, у вас будут те же самые сожаления, если вы продадите. Вы тогда скажете себе, а, зачем же я продал на 60-ти, когда он теперь стоит 100-ка. И все будет повторяться так же, как и было. И для этого очень много шансов. Усредняйтесь, когда цена низкая. И многие из этих индикаторов, и многие из этих графиков говорят о развороте, который вот-вот произойдет. Джордж, все, что ты сказал, я абсолютно разделяю. За единственным маленьким исключением. Рынок умеет преподносить реальные сюрпризы. И даже если мы учимся на истории, и понимаем, что в то время нужно было оставаться в рынке, и даже если мы сейчас останемся, история может взять и не повториться. Хотя, честно говоря, я склоняюсь к тому, что будет что-то похожее. По крайней мере, общий долгий большой тренд сохраняет свое движение, направленное вверх. И в этой ситуации, даже когда страшно, и ты подумываешь о том, чтобы выйти из рынка, наверное, это не самое хорошее время для осуществления выхода. И с этим сказанным, дорогой зритель, я желаю тебе отличного трейдинга, хорошего вечера. И сообщаю, что вчера вечером на канале наших друзей CryptoCommons вышло свежее видео от Кевина Свенсона с интересными выводами и разборами ситуации в рынке. Так что иди на ЦЦ, а лучше подпишись на него и нажми на колокольчик. Это был Ньюсблог, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова